В начале планёрки о кадровых изменениях трудовой договор расторгнут с начальником управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрием Ерохиным. Обязанности руководителя подразделения исполняет Олеся Лишенко. Продолжается работа по созданию реестра земельных участков, предназначенных для строительства социальных объектов. По 27 участкам сейчас идёт проверка всех параметров и документации. А что со строительством детского сада на Крымской? По словам исполняющей обязанности заместителя главы Анапы Екатерины Боровской, муниципалитет готовится объявить аукцион для определения подрядной строительной организации. Самые приоритетные вопросы – это детские садики, это школы. Поэтому на сегодня такая возможность есть у нас детский садик по Крымской, надо максимально усилиться, и по Алексеевке от Леонтьева. То есть я вас очень прошу, уделите этому внимание, это хоть два объекта, которые в ближайшее время смогут заработать. Не теряет остроты тема нелегальных таксистов. В предпраздничные дни спрос на услуги такси растёт, а вместе с ним и количество нарушений. Юрий Поляков просит полицию усилить своим присутствием мобильные группы администрации. Юрий Федорович, я уже поручил этот вопрос начальнику ГАИ. Он как бы в курсе ситуации, там необходимо провести координационное какое-то совещание. Значит, поручение Анжелины Анатольевны, а пригласить начальника ГАИ провести совещание координационное, поставить задачи. С января 2018 года бюджет Анапы сэкономит около 30 миллионов рублей, которые ежегодно тратились на аренду помещений для городских служб. Здание военкомата отремонтировано и практически готово принять ряд управлений. На личном контроле главы решение проблемы обманутых дольщиков. По двум объектам есть положительная динамика. Это дома на Амельково и Владимирской 144. В первом случае инвестор предоставил людям уже готовые квартиры. Во втором решается вопрос с энергоснабжением. У нас сколько всего объектов, Анжелана Олеговна? 13. 13. Какая перспектива у нас? У нас есть, наверное, такие серьезные объекты, которые нам будут очень сложно довести. А те, которые можем, что мы, какие меры принимаем? Ну вот по пяти объектам, в отношении пяти объектов, мы направили всем застройщикам, не только города Анатоль, но и Краснодара, рассмотреть возможность по окончанию этого строительства. Работу эту не останавливать, ее надо наращивать. Есть поручение губернатора в этом плане максимально усилить эту работу по обманутым дольщикам. И в завершении планерного совещания о подготовке к новогодним праздникам. У нас впереди, наверное, самый лучший праздник, который существует в жизни каждого жителя, как Анапы, так и россияне. Это Новый год. У всех должно быть хорошее праздничное настроение. Объехать все улицы, посмотреть, обязательно посмотреть сельские округа, как они подготовились к Новому году, как они готовятся. Праздничным оформлением должны озаботиться и владельцы торговых объектов, руководители предприятий и организаций. Новогодние торжества Анапа должна встретить ярко.